Приветствую вас, друзья, на курсе LSI копирайтинг. Меня зовут Артюхина Ирина. Я являюсь профессиональным копирайтером, дизайнером, маркетологом с опытом работы более 8 лет. Я создала и оптимизировала десятки сайтов и работала над сотнями текстов по оптимизации. Кроме того, я работала в команде профессиональных SEO-оптимизаторов и являлась руководителем проектов, где одной из основных задач было продвижение сайтов через тексты, через копирайтинг. Также я сама много обучаюсь и прошла большое количество курсов по копирайтингу. На этом курсе мы с вами познакомимся с профессией LSI копирайтинга, узнаем, кто такой LSI копирайтер, что это за тексты такие, которые хорошо воспринимаются с одной стороны поисковыми системами, но с другой стороны полезные и интересные для людей. И мы с вами создадим такие тексты, возьмем тексты, оптимизированные для SEO, и изменим их для нужд LSI, то есть сделаем их более удобно читаемыми, интересными для людей. Для этого курса вам не нужно быть профессиональным копирайтером, мы с вами разберем основы и базы. Но также, если вы являетесь профессиональным копирайтером или маркетологом, этот курс также будет вам интересен, так как вы сможете еще глубже погрузиться в эту сферу. Итак, давайте начнем наш курс. Сегодня мы рассмотрим, что такое LSI копирайтинг, чем он отличается от SEO-оптимизации. LSI переводится как Latent Semantic Indexing, то есть латентный, неявный семантический индекс, что на человеческий язык переводится как неявная оптимизация текстов. Его основная задача – это сделать тексты более живыми, естественными и понятными человеку, а не поисковой машине. То есть в LSI текстах первое место отдается удобству человека, и уже второе место только тому, как это воспринимают поисковые системы. И немного истории. Раньше тексты оптимизировались для поисковых систем с помощью SEO, то есть бралось семантическое ядро, набор ключевых слов и внедрялось по максимуму в тексты. Такие тексты были не очень удобно читаемыми людьми, но хорошо воспринимались поисковыми машинами. Но в 2010-х годах поисковые системы заметили, что люди начали вводить в поисковые запросы не только ключевые слова, четкие ключевые слова, а еще и более естественные запросы. И поисковые системы не справлялись с задачей поиска таких запросов, и начали из-за этого усложняться. А вообще алгоритм LSI был разработан в 1988 году, запатентован в этом году, но его положили на дальнюю полку и забыли. И вот как раз только в 2011 году его начал использовать Google. Вначале появился первый алгоритм, который назывался Panda. Panda следил не только за тем, как в тексте присутствуют ключевые слова, но и как с этим текстом взаимодействуют люди, как они реагируют, насколько они дочитывают и так далее. То есть Panda анализировала поведенческие факторы. В 2013 году в Google появился алгоритм Calibri, который начал анализировать уже поисковые системы по их смыслу, уже начал понимать смысл фраз. И в 2016 году Google разработал новый алгоритм, назывался он RankBrain, который по сути являлся искусственным интеллектом, который понимал уже не только отдельные фразы, но фразу целиком, понимал ее смысл. За Google не стал отставать и Яндекс. И в 2016 году стартовал сначала алгоритм Palih, потом стартовал алгоритм Korolev, и, наконец, в 2017 году появился алгоритм Baden-Baden, который очень жестко начал бороться с переспамом в текстах. Переспам – это большое обилие ключевых слов, которые используются исключительно для SEO-продвижения, но не для пользы. И количество вот этих ключевых слов, которые перенасыщены, тексты, это называется переспам, и, как бы, это количество этих ключевых слов необоснованно. И как раз вот алгоритм Baden-Baden, да, почему он называется Baden-Baden, такое двойное слово, да, как раз название этого алгоритма и отражает его суть, он начал такие тексты понижать в выдаче, причем не только саму страницу, но и весь сайт целиком. То есть, если раньше какая-то одна страница могла выпасть из поиска, то теперь он начал наказывать полностью сайты. И, с одной стороны, все оптимизаторы взвыли по этому поводу, но, с другой стороны, те сайты, которые не гнались, в первую очередь, за SEO, а гнались за пользой для своих пользователей, эти сайты выиграли. И, как история показывает, да, что сейчас большое внимание уделяется, в первую очередь, работе человека с текстами, нежели поисковой машины. Так в чем же разница между SEO-текстами и LSI-текстами? SEO-тексты, в первую очередь, ориентируются на ключевые слова, работают с частотой этих ключевых слов, то есть, ориентируются на то, как эти ключевые слова входят в метатеги title, description, заголовки первого уровня, h1, и смотрят по тому, как часто эти ключевые слова используются. Кроме того, SEO-тексты обращают большое внимание на техническую уникальность, то есть, смотрят именно специальными программами, чтобы этот текст не повторялся, был уникален, чтобы соблюдались технические именно регламенты соответствия, чтобы не было переспама, чтобы была уникальность, чтобы было мало воды и тошнотность текста учитывают. Если мы говорим про LSI-текст, здесь совсем другое. Здесь на первом месте идет насыщение текста не самими ключевыми словами, а ключевыми словами вместе с синонимами, вместе с словосочетаниями, которые вокруг этой темы. Упор в LSI-текстах делается на раскрытие смысла ключевой фразы, а не на обилие ключевых слов, которые может вести пользователь. И вообще в LSI-текстах может прямой запрос не присутствовать, если это не обоснован, если и так тема раскрыта. И если в SEO-текстах работа идет с частотой ключевых слов, с технической уникальностью, то в LSI-подходе мы работаем в первую очередь над полезностью текста и над его раскрытием смысла, чтобы у пользователя уже не осталось вопросов по поводу этого текста. Хорошим примером LSI-текста является такой запрос, ну, например, если вы вобьете в поисковой строке фильм про того парня, который читал мысли женщин, вот давайте вобьем, посмотрим, что нам выдаст. Так. Нам вышел сайт, который рассказывает про фильм «Чего хотят женщины». То есть смотрите, здесь мы ввели один запрос, а получили другую выдачу, но при этом смысл как раз мы получили то, что хотели. То есть не всегда пользователь понимает, что конкретно он хочет получить, не всегда он может это сформулировать, какие-то нужные ключевые слова, и он может просто вбить какой-то естественный запрос, например, фильм про того парня, который читал мысли женщин. И поисковая машина поймет, что хотел человек, и выдаст ему именно тот сайт, который ответит максимально на его вопрос. То есть здесь, по сути, и нет использования ключевых слов, есть только слово «женщина» и фильм, который совпадает с нашим запросом. Ну и кто же такой в итоге LSI-копирайтер? LSI-копирайтер – это вчерашний SEO-копирайтер, который, с одной стороны, умеет работать с ключевыми запросами, понимает, что такое семантическое ядро, умеет включать их в тексты, но при этом он уже продвинулся дальше, и он научился работать не только с ключевыми запросами, но и понимать суть запроса, что под этим запросом подразумевают люди, и давать людям максимальную пользу, закрывать максимальное количество сопутствующих вопросов, и тем самым создавать естественные и интересные тексты. LSI-копирайтер умеет оформлять тексты так, чтобы было их удобно читать на странице. И, конечно, профессия LSI-копирайтера, она более востребованная сейчас и более высокооплачиваемая. Почему? Потому что для того, чтобы писать качественные LSI-тексты, нужно погружаться в тему. То есть недостаточно просто взять текст и, как рерайтера, его переписать. Нужно погрузиться в тему, понять, а что еще нужно человеку. Проанализировать запрос, проанализировать сопутствующие запросы, и все это оформить в естественную и интересную форму. Это первое. Второе – это LSI-тексты, составленные грамотно и хорошо, они больше, как правило, чем SEO-тексты, потому что они раскрывают больше смыслов, чем просто текст, составленный на основе ключевого запроса. Ну что, на этом наш урок завершен, а мы встретимся в следующем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует...